Музыка Последние несколько лет на территории не только нашего, но и соседних регионов наблюдаются групповые заболевания кори. Наиболее опасная вспышка была зафиксирована в 2012 году, когда в Волгоградской области данную инфекцию подхватили более 200 человек. О том, какая ситуация сейчас в нашем регионе наблюдается с распространением данного заболевания, мы поговорили с начальником отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Еленой Красновой. Елена Михайловна, какова сегодня ситуация с распространением кори не только на территории нашего региона, но и соседних областей? Сейчас ситуация по заболеваемости кори очень тревожная. И тревожна она прежде всего не столько на территории нашей Волгоградской области, сколько на прилегающих территориях. Прежде всего на территории Астраханской области. Сейчас очень много идет информации о заболеваемости в Астраханской области студентов. Все, наверное, слышали и знают крупную вспышку в Астраханском медицинском университете. Было задействовано ряд стационаров, даже распространение получило этой инфекции и внутри лечебно-профилактических учреждений. Но поскольку мы территория, которая ограничится Астраханской областью, помимо этого мы принимаем еще и в образовательные учреждения студентов, которые проживают на территории Астраханской области, республик Северного Касказа, Дагестана, Осетии. И, конечно, очень тревожно за образовательные учреждения, которые принимают именно подростков, студентов или взрослые приезжают. Особенно опасно для мигрирующего населения, в том числе особенно такая группа риска номер один. Это цыганское население, которое в силу своего кочевого образа жизни подвержено очень большому риску и заносу инфекций в свои общины, которые проживают на территории нашей области. И, естественно, опасна эта инфекция для тех, кто контактирует с такими людьми. Но, значит, нельзя говорить, что кори – это все-таки детское заболевание? Я бы так не сказала. Сейчас вообще бытует такое мнение, что детские инфекции взрослеют. Вот о коре, тому пример как раз корь. Больше всего заболевших у нас регистрируется как раз не среди детей раннего возраста, а среди взрослых. Если брать статистику не только в Волгоградской области, но и по Российской Федерации, получается, что более 90% – это лица взрослого подросткового возраста старше 15 лет. То есть, когда уже иммунитет ослабевает, а вокруг очень много циркуляции вирусов эндемичной кори, и человек заражается уже, будучи во взрослом состоянии, и переносит корь гораздо тяжелее, чем если бы он заразился в детстве и перенес это заболевание. Сейчас, к сожалению, заболеванием подвержены все люди, и был даже приказ до 35 лет провести прививки повторно. А где можно подхватить это заболевание, и насколько оно опасно? К сожалению, эта инфекция очень летучая. Как я говорю, что она распространяется даже через замочную скважину. Если в подъезде будет один больной, то будьте уверены, дети, которые не привиты против кори, они подвержены риску заражения. Стоя у лифта, больной распространяет эту инфекцию вокруг. И настолько этот вирус летуч, он из всех вирусов наиболее распространению подлежит очень быстрому. Считается, что один больной корью может заразить до 20 человек и более в своем окружении. Поэтому очень важно развернуть сразу срочные противопедемические меры. Как только выявляется подозрительный больной, даже не дожидаясь лабораторного подтверждения, не дожидаясь сигнала врача, что да, это корь, мы разворачиваем противопедемические мероприятия. Елена Михайловна, ну вот у нас, как известно, в Сочи отправилась группа волонтеров. Вот к ним какое-то будет внимание по их возвращению или нет? Ну, надо сказать, что Краснодарский край сейчас тоже неспокоен по этой инфекции. Регистрируется заболевание кори и в окрестностях города Сочи, по сведениям федеральной службы, которые мы получаем регулярно. И сейчас, конечно, настороженность врачей должна быть, поскольку контакт волонтеров максимален. Вы представляете, что там не только с нашей стороны, но и очень много спортсменов из Европы. А именно Европа дала большую вспышку в 2012 году, которая донеслась и до Волгоградской области. Могут быть завозные случаи, причем завозные случаи, как правило, переносятся людьми тяжелее. Поэтому по прибытии волонтеров, конечно, и уже такая установка ушла для лечебных учреждений. Должна быть настороженность к прибывшим. Любое заболевание, которое проявляется какой-то своей необычностью типичных проявлений, симптомов, оно должно расцениваться как, прежде всего, актуальная ситуация. И, прежде всего, рассматривать по прибытии этого волонтера как возможный источник. Или сам волонтер может заболеть инфекцией, либо привезти. Но сейчас пофамильные списки этих волонтеров имеются в каждом лечебно-профилактическом учреждении, по месту жительства. У нас они все идут под учетом. Но я думаю, что мы с ситуацией справимся, потому что все детки, которые направлялись, и по максимуму все студенты, которые направлялись в Сочи, наши лечебные учреждения до отправки их еще в Сочи привили против инфекции. И дифтерия на контроле была, и грипп, и корь, и краснухой занимались. Так что надеемся, что все пройдет благополучно, гладко, потому что большинство наших детей и студентов поехало туда уже привитыми. А какую роль у нас все-таки играет прививочная компания? Вообще можно ли говорить, что прививки делать обязательно нужно, или все-таки как-то и без них можно обойтись? Конечно, польза огромная. До прививочную эру, вот у нас в Волгоградской области в основном прививки против кори стали с 1969 года проводить, активно с 1971 года, конечно, заболеваемость в разы, в 14-28 раз по разным территориям снизилась после того, как дети стали получать прививки. На сегодняшний день каждая мамочка должна знать, что прививку против кори должен получить ее малыш в раннем возрасте, это с года до двух, в обязательном порядке, как только исполняется 12 месяцев ребенку, мама должна быть на стороже, обращаться в поликлинику по месту жительства и уже сигнализировать сама активно о том, что ее ребеночек подрос, пора уже делать прививку. Помимо того, конечно, он находится на контроле и у медиков. И перед поступлением в школу. Вот это два критических таких возраста, когда ребенок нуждается в активной защите, перед тем, как он вступит в жизнь, в активную, в школьный коллектив вольется, он должен сформировать в себе иммунитет, именно введение активной вакцины для того, чтобы защитить себя на ближайшие 9-10 лет. Елена Михайловна, спасибо вам за беседу. Субтитры подогнал «Симон»!